Добрый день в суток, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Мистер ДВ и это моя передача истории единиевых блинчиков. Передача, которая рассказывает о пластинках из своей домашней фанатейки. Ну что ж, поехали! В этот раз я хочу поедать вам о альбоме такого интересного и очень самобытного, легендарного, и не побоюсь этого слова, великого музыканта Тома Уэйтса. Том Уэйтс очень хорошо сочетал свое творчество и блюз, и какие-то элементы даже неоклассики, и индустриал, в общем, очень много различных каких-то творческих таких его изысканий, они находили отражение в его записях. Причем самое интересное, что все эти творческие изыскания, они были очень гармоничные, очень хорошо вплетались друг в друга, рождая такие уникальные музыкальные полотна. Надо сказать, что экспериментальная часть Уэйтса началась с его известной пластинки «Sword Fish Trombones». Про эту пластинку я чуть позже еще упомяну в этом рассказе. И вот после этого диска, значит, он начал экспериментировать, сочетать что-то блюдовое с какими-то индустриальными вещами, с какими-то гитарными штуками, даже элементами, хадроками сами. Вот, и в 2002 году, в 2002 году у Уэйтса выходит интересная пластинка под названием «Элис». Пластинка, которая была записана довольно-таки расширенным составом, то есть там есть и скрипки, и валторны, и саксофон, и аланчели. В общем, большой такой состав, практически оркестр был записан, можно так сказать. Такой очень камерный местами звук, очень спокойный, очень лирический. Субтитры создавал DimaTorzok Я бы сказал, что эта пластинка такая очень тягучая. Это 14-й студийный альбом Уэйтса, при участии Роберта Уилсона. С этим человеком у Уэйтса была записана пластинка, которая для спектакля. Она называлась «Спектакля», вот, Уилсон является театральным продюсером, и некоторые песни с альбома «Элис» были как раз написаны для спектакля, вариации на тему «Алиса в стране чудес». Данный спектакль как раз и был адаптирован Уилсоном, и вот часть этих композиций мы можем услышать в альбоме «Элис». Субтитры создавал DimaTorzok У меня очень такая давняя любовь к тому Уэйтсу, к его творчеству, причём я могу сказать, что творчество этого музыканта, ну, в принципе, мне кажется, никогда никого не оставляет равнодушным. Либо его люди очень любят, либо им всё это дело не нравится, прям радикально. Насколько я встречал, такие два, знаете, фронта людей. Вот, причём тем, кому он нравится, получают, конечно, нести в удовольствие от его такой очень сырообразной манеры пения, хриплого голоса такого, и блюдовость его, его музыкальность, его какой-то в чём-то мрачности, в чём-то такой очень лиричной направленности, и при этом он не боялся экспериментировать даже со словами, со звуками. В некоторых записях вы можете услышать его голос, пропущенный через громкоговоритель, вот, через рупок. И это с какого-то момента стало одной из фишек того, что творится. Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз я попытался не разделять свой рассказ на какую-то историческую справку и свои какие-то субъективные ощущения, я просто сделал такой некий микс из этих всех вещей, и попутно рассказывал вам как про сам альбом, так и про свои какие-то субъективные впечатления всё-таки у нас истории не из блинчиков. Исторические вещи, они, конечно, прекрасны, но я считаю, что эмоции, которые даёт пластинка, эти эмоции, они абсолютно уникальны, и когда человек делится своими эмоциями от пластинки, он делится частью своего внутреннего мира. Поэтому мне очень интересно бывает слушать, когда люди рассказывают про винил, какие-то свои такие субъективные вещи, очень интересно бывает послушать. И я сам стараюсь рассказать про пластинку с точки зрения своего какого-то внутреннего мировоззрения. Ну, по поводу фрагментов композиции. Вообще, я это говорил неоднократно, ни в одном выпуске я это говорил, что альбомы, которые я вот вам, про которые я рассказываю, их, конечно, очень нужно слушать целиком. Вот. Я представлю фрагменты некоторых композиций, которые мне очень запомнились из этого альбома, потому что сам альбом Элис, он для меня лично такой очень тягучий в хорошем смысле. То есть, его вот включаешь и куда-то такой растекаешься, пропадаешь, куда-то вместе с Томом Элисом погружаешься в этот мир, такой джазово-камерной атмосферы, которая присутствует в этой пластинке. То есть, если в остальных альбомах у него было что-то такое мощное и всё такое всё шумное, наверное, иногда местами, то у Элис всё достаточно спокойно. Хотя, есть, конечно, парочка моментов такого. Хулиган строится с текстами, музыкой. Хулиган, комментируйс, комментируйс, комментируйс! Субтитры делал DimaTorzok Такой лирически направленный, спокойный, размеренный альбом И я думаю, это прекрасно Это прекрасно, и это действительно тот альбом, который, мне кажется, стоит иметь в себя в фанатике Потому что, кстати, инструменты записаны очень круто То есть, вот это вот, по-настоящему, по-настоящему такая, знаете, музыкальная составляющая Она, безусловно, присутствует и очень хорошо слышно То есть, каждый инструмент находится на своем месте И все это вот великолепие, которое там Роднообразие музыкальных инструментов, которые представлены на этой пластинке Оно очень хорошо передается Очень хорошо передается Слушателям Тем более в виниловом варианте У меня это, кстати, ремастер Ремастер 2017 года При участии самого Вейдса Сделанный Не знаю, является ли это маркетинговая такая Ходовка, что Вейдс там присутствовал при ремастере этого диска или нет Я, честно говоря, не знаю Ну, в общем В общем, в целом могу поверить Потому что Вейдс, как и многие Такие великие музыканты Очень скрупулезно Очень преданно относится к своему творчеству И я думаю, что в планете Возможно, что Вейдс принимал участие При ремонстрировании этой пластинки Почему бы и нет Как и, собственно, остальных альбомов Там серия пластинок выходила в 2017 году Как раз Ремастеров Вейдса Эту пластинку я себе Значит, заказал под Новый год С 2021 до 2022 Я вскрыл посылку Однако пластинка у меня была запечатанная Я ее не распечатал И помог мне распечатать эту пластинку Вот так скажем Торжественную распаковку совершить Мой друг Илья На жаль, как фото не сохранилось Вот Ну, мне не сфотографировали от момента Друг приехал С Красноярска Один из моих хороших друзей И когда он слышал, что у меня Значит, там Нераспечатанный Вейдс Который я собираюсь скрыть Ну, в смысле, пластинку Он изъявил желание Значит, прийти в гости Чтобы, значит, помочь Вскрыть эту пластинку Поприсутствовать И поучаствовать в этом Таком очень волнительном И трепетном моменте Вот Ну, он пришел ко мне в гости Мы всем вскрыли Заводскую пленку И послушали Этот потрясающий альбом Показывает интересную историю Но это, кстати, не единственная пластинка Которую я распаковал Под Новый год Под Новогодние праздники Есть еще одна пластинка Которую я расскажу В следующих выпусках Там тоже очень все С точки зрения музыкальности Все очень интересно Там тоже интересная пластиночка Мне пришла Вот И по тому вольцу Это тоже далеко не все Это вот Я начинаю такой небольшой Выпуск Точнее Небольшое такое количество Выпусков Про альбомы Тома Вейтс Которые у меня фонотики Обидно Мне обидно В который раз В который раз Смотрю на Коллекционеров Винила Молодых Они что-то там Рассказывают Про пластинки Про свои какие-то фонотики Рассказывают Коллекции И в который раз Ничего нету Про Тома Вейтс Про Про то Что мне крайне нравится Я понимаю Что у людей У людей Каждый человек Свои вкусы Но Все-таки Получается Что про те пластинки Которые я вам рассказываю На русскоязыче На русско На русском Скажем Ютубе А вот Среди Челофонистов Неломанных Коллекционеров Не так много Людей Которые Рассказывают Именно про Эти пластинки Которые есть У меня на канале И это Это еще один Кстати Еще один Повод Подписаться Вам на мой канал Поставить лайк Этому видео И Послушать Альбом Томывается Цель моих Цель моих Передач Она исключительно В том Чтобы Познакомить Вас С той музыкой Которую слушаю я Хотя бы Минимально Рассказать вам Свои какие-то Субъективные Ощущения Про Тот или иной Альбом И чтобы Вы Нашли Тот Альбом Либо на Виниле Либо на В общем-то Компорт диске Или Какого-нибудь Стримингового Сервисе Что я не очень люблю Но Почему бы Нет У каждого человека Свои какие-то Возможности Слушать Му Какое Предпочтение Вот И послушали Тот или иной Альбом Потому что Я еще Опытаю То что я Слушаю Да Это может Кому-то Не нравится Может кому-то Там Есть какие-то Свои вкусы Есть Предпочтения Музыкальные Но По крайней мере Ознакомиться С этой музыкой По крайней мере Ознакомиться Крайне полезно Необходимо Это Великая музыка Это Обалденная Музыка И Эта музыка Она Рождает Творчество То есть Это Творчество Которое Вдохновляет Лично Меня На написание Каких-то Музыкальных Композиций И Творчество Которое Может вдохновить Многих Людей На какие-то Свершения Вот Поэтому То что я Рассказываю Это Мне Было Приятно Если Послушали Обязательно Селиком Вот Немножечко Такой Момент Как я Познакомился С Томоводицами Вы Наверное Знаете Я Рассказывал В предыдущих Выпусках Пластинок У меня В детстве Было Много И Там Была Джаз И В основном Такие Пластинки Были Нефирменные Типа Французские Японские Чехия Польша Была И Некоторые Были Пиратские Издания Типа Андрея Тропилы Антротропа Вот Но Это Никак Не мешало Мне однокомливаться С великой Музыкой И Вот Среди Пластинок Была Пластинка Томоводица Ольбом Слов Сиш Тромбон И Самое Интересное Что Я Помню Свой Такой Культурный Шок Когда Я Это Услышал Я Помню Что Меня Это Очень Породило Потому Что Я Никогда Такого Раньше Не Слышал То Среди Тех Пластинок Которые У меня Были У меня На секундочку Тогда Не было Интернета Тех Пластинки Которые У меня Тогда Были Они Конечно Были Прекрасные Да То есть Музыка Была Разнообразная Интересная Но Вот Такого Исполнения И Такой Музыки Я Такого Подхода К музыке Никогда Не Слышал Меня Это Очень Сильно Поразило И Покорило Я Вот Мне Понравилось Очень Сильно Все Что Было Записано В этом Альбоме Вот И Потом Когда Я Стал Старше Когда Я Стал Старше Я Конечно Скачал Однокомительно Дискографию Тома Ураица И Поднакомился С Своим Отчеством Скажу Что Большинство Альбомов Рейца Как Классических Так И Поздних Экспериментальных Мне Очень Понравились И Мало Очень Того Что Я Не Понимаю Или Мне Это Как То Не Близко Из Того Что Делал Вейц Практически Все Его Работы Мне Крайне Симпатичны И Крайне Интересны Там Как Минимум В каждом Альбоме Есть Подветы Великолепных Композиции А то И Вся Пластинка Она Просто Изумительна Как По Атмосфере Так И По Исполнению Работы Вообще Да Как Я Уже Говорил Фрагменты Некоторой Композиции Которые Наиболее Мне Симпатичны Я Продемонстрировал Хочу Вам Сказать Что Поздравляю Вас Со всеми Прошедшими Праздниками Новогодними И У меня Иногда Под настроение Проходят Прямые Трансляции На Вконтакте Социальной Сети Где Я Просто Включаю Музыку И слушаю Что-то Вот Вы Можете Туда Подписаться На Виниловые Блинчики На мою Группу Вконтакте И там Можете Следить За Всей Информацией А также У меня Есть Инстаграм Где Я Выкладываю Фотографии Пластинок Как Тех Тех Пластинок Покупаю Том По Пожеланием Вот Всем Удачи Добро Поведить Расслушайте Хорошую Музыку И пока Музыка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует